Сейчас спрашиваю за этот вопрос. Кто-нибудь объясняет? Как замуж? Как жениться? Когда-нибудь говорили, кто-нибудь объяснял это? Нет, не поняли. Понимаю, какая связь, но в основном церковь. Раньше церковь это все объясняла. Раньше церковь говорила, какие браки были? 2-3% разводов у нас было. Это официальная статистика, 2-3%. Я не знаю, что статистики где-то лжут. В ваше время, современная статистика, 80-90% разводов у нас, к сожалению. Почему? Потому что не приучили, изучили, но также навязаны другие ценности. А церковь, она не навязывает, а объясняет. И даёт ценности, которые вечно. Правильно? И который человек будет счастлив. Он счастлив. Допустим, возьмём, я как говорю, сюда. Ты же с президентом, видишь, да? Если жена, зная, попалась, будет счастлив, он такой человек. Если жена неверная, или ещё что-либо, что человек будет, конечно же. Даже как и воспитывать, да, детишек? Воспитывать опять тоже никто не хочет. Правильно? Говорят, что родил сам по себе, дальше как-нибудь само по себе. Но даже картошку сажаем, надо знать, как её окучивать, сколько её поливать, когда её выкапывать. Правильно? Даже картошка, обычно картошка, в принципе, вроде бы не хитрые дела, чтобы она стала знать, какая-то более, и в принципе. Это тоже, опять же, объясняет цель, да, чтобы ценности у них были не такие, то что, действительно, мы всё имеем, да, и сын наркоманом становится, то опять сами несчастные люди, да, становимся там же. То есть, другое дело, даже можем ничего не иметь, но если наши дети нам приносят внуков, то мы самым радостным, да, будем, потому что дороже, чем внуки, у нас, по-моему, ничего нету, да, потому что на своих родителей смотрю, когда они дети рождались, там, допустим, начинаешь показывать, действительно, счастливых людей нету. В наше время, да, ценности совсем другие, да, навязывают. Какие ценности навязывают? Чтоб родители, сдать куда-то там, будут престарелы, да, чтоб западные ценности навязывать. Кстати, мне кажется, как будто смешно, но вот буквально там, сколько лет? 30 надо, да, если парень в армию не сходил, вот, а что было? Позорно. Не то, что стыдили, уже как-то от него, не то, что его унижали, но тем не менее, как-то девушка уже с ним не встречалась, правильно? Да, да, если не сходил в армию, значит, за ней не стоит выходить замуж. Да, да, то есть как-то приучали, правильно, сейчас уже наоборот, да, моды, если посмотреть сейчас моду даже, да, какая у нас, какая у нас сейчас моду, идешь, смотришь, то ли мальчик, то ли девочка, честно говоря, да, не понятно, лет 15 назад, да, там, допустим, за это поколотили, там, допустим, то есть, в таком городке, как Октябрь, не втекался с одного края, в другого края ты не дойдешь просто, да, потому что обязательно придется, человек, девчонка, выразился, да, то есть, а откуда это все берется? Ценности, потому что меняются, постепенно, аккуратно, потихонечку, и даже мы сами не замечаем это. Поэтому, если мы не обратимся в храм, если мы не будем жить по вере, то тогда будет потом печально. Если будем ходить в храм, мы будем счастливыми, да, потому что каждый человек, и Господь призывает быть счастливыми. Чего вам всем желать, чтобы вы были рады, чтобы вы были счастливы, хранимая Господь, церковь и церковь. Спасибо. Спасибо. Сейчас хорошо.